Учитель всегда старается усовершенствовать процесс обучения на уроке. В 21 веке существует немало технологий и приемов. Однако главной целью школы по-прежнему остается дать достойное образование ученикам. А современный подход к образовательному процессу сочетает в себе лучшие традиции отечественного образования и новые методики, зачастую взаимствованные и у других стран. В прошлом году Министерство образования Московской области подписало соглашение с сингапурской компанией Educare International Consultancy Private Limited. Теперь учителя, прошедшие обучение, включают новые приемы в свои занятия. Так, в Щелковских образовательных учреждениях активно используют сингапурские технологии на уроках. Весь педагогический коллектив прошел обучение в первой школе. Примерно 45 человек были обучены и 50 человек педагогического коллектива гимназии. Практически 100 человек у нас обладают такими технологиями, применяют на своих уроках. Открытое занятие с использованием иностранных технологий провели в 7 классе Щелковской гимназии. Немецкий по-сингапурски звучит непривычно, да и выглядит тоже. Ученики за партами сидят не парами, а группами, работают в команде. Это один из навыков 4К, помимо которого развиваются коммуникация, креативность и критическое мышление. Нужно сказать, что мы используем приемы сингапурской технологии, не системы. Мы работаем по российской системе образования. В данном случае у нас ни один из учащихся не остается без дела. Мы учим их думать по-другому. Не шаблонно подходить к обычным заданиям, а именно творчески мыслить, анализировать. И сами ребята отмечают эффективность новых приемов на уроке. Это очень интересная методика. Она помогает работать в команде и сплочает наш класс. Она очень интересная, серьезная. Мне очень она понравилась. А чем именно? Дело в том, что на таких уроках мы свободно можем общаться. Мы объединяемся в команды с кем хотим, что очень важно. И можем иногда придумывать задания друг для друга. И также их проверяем. Анна Бельец, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».